18 марта решится судьба одной из 19 зон, включенных в программу формирования комфортной городской среды. А пока идут последние приготовления, наша съемочная группа пообщалась с жителями Первомайского района и выяснила, какие изменения они хотели бы увидеть в обновленных скверах. Одним из наиболее узнаваемых символов нашего города является стелла на вьюжном въезде в Мурманск. Именно эта территория вошла в приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Сейчас здесь установлено пять световых панно с макетами наград города-героя. В соответствии с дизайн-проектом планируется их реконструкция и замена верхнего покрытия. Прилегающий парк озеленят, выложат пешеходные дорожки, установят урны и скамейки. Стеллу тоже ждут изменения. Парусник на шпиле отремонтируют и обновят декоративную конструкцию его подножия. Но вполне возможно, что победителем народного голосования станет другая зона, например, расположенная по улице Шабалина. Вы знаете, я не против, чтобы здесь был участок для детскую площадку сделать. Но самое главное, чтобы на этой площадке были хотя бы биотуалеты поставлены. И чтобы не было собак. Беседки, лавочки, кормушки для птичек. Для многих людей, проживающих неподалеку, важно видеть этот участок чистым и облагороженным. Символичным событием здесь станет установка бюста Александру Шабалину. Рядом с памятником поставят скамейки и урны. Дополнительный уют создадут светильники и тротуарная плитка. Я хотела бы видеть, конечно, хороший полисадник, где можно бы отдохнуть было. Старушкам, которые во дворе ходят, гуляют, они пришли, посидели, отдохнули, потому что особо. Мы север. Зелени, сами понимаете, у нас не так, мы богаты ею. И хочется сохранить хотя бы то, что сегодня есть. Согласно разработанному проекту, здесь высадят новые деревья и кустарники. А для безопасности отдыхающих по всему периметру сквера установят камеры видеонаблюдения.